Украина не прекращает работу с партнерами для того, чтобы увеличить количество систем противовоздушной обороны, заявил президент Владимир Зеленский. Он отметил, что основным приоритетом является боевая авиация и призвал союзников предоставить разрешение на использование дальнобойных ракет по территории России. Террор останавливается только одним способом. Ударами по российским военным аэродромам, по их базам, по логистике российского террора. И самое главное, что это возможно. Мы ежедневно говорим об этом с партнерами. Нам нужны и разрешения на дальнобойность, и ваши дальнобойные снаряды и ракеты. Нельзя откладывать жизненно важное решение. Именно то, что может наиболее правильно повлиять на события. Поставки вооружения Украине обсудили 30 августа министр обороны Украины Рустем Умеров и глава Пентагона Ллойд Остин. США никогда не будут колебаться в своей защите Украины, подчеркнул министр обороны США. Ваша армия непоколебима. Она продолжает отражать атаки и наносить серьезные потери российским захватчикам. Соединенные Штаты не ослабят свою поддержку свободной, безопасной и суверенной Украины вместе с 50 нашими союзниками и партнерами. Соединенные Штаты будут продолжать предоставлять критически важные возможности, необходимые для борьбы с российской агрессией. Как сообщает СНН, в Вашингтоне поставили Украину на первое место в списке приоритетов в области противовоздушной обороны. В то же время Пентагон умолчал о разрешении на удары дальнобойными ракетами Атакамс. Великобритания, по информации издания «Телеграф», поддерживает Украину в праве использовать свои ракеты «Штормшедоу» для нанесения ударов вглубь России. Однако из-за разногласий с США Лондон воздерживается от публичных призывов к их применению, отмечает британское издание. Как отметил представитель Великобритании в ООН Фергус Экерсли, устав Организации Объединенных Наций не запрещает Украине бить по российской территории. Он подчеркнул, что Федерация идет по пути эскалации, наращивая удары по гражданскому населению Украины. Прямые удары по гражданской инфраструктуре – это военные преступления. Согласно статье 51 Устава ООН, Украина имеет право на самозащиту от российских атак. Это не лишает ее права проектировать силу на территорию России, если эти действия соответствуют международному праву. Мы будем продолжать предоставлять Украине возможности, необходимые ей для защиты своего народа. Фергус Экерсли – представитель Великобритании при ООН, из заявления на заседании Совета Безопасности по Украине на сайте правительства Великобритании. Министр иностранных дел Литвы призвал Североатлантический альянс усилить защиту украинского неба. Он также отметил, что те ракеты «Патриот», которые были обещаны Украине в Вашингтоне, еще не были поставлены. И это создает беспокойство для восточного фланга НАТО. Даже если это звучит как шутка, но мы больше защищаем российское небо. Российские самолеты больше защищены западными гарантиями, чем украинцы. Мы должны спросить сами себя, не являемся ли мы частью этой проблемы. Мы понимаем, что если украинцам не предоставляют необходимую помощь, то это открывает двери Путину, чтобы он продвигался дальше. Как пишет политика на встрече министров ЕС в Брюсселе 29 августа, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулева призвал партнеров разрешить Украине наносить удары по объектам на территории России. При этом он подчеркнул, что это предложение не следует считать эскалацией. Такое решение поддержали министр иностранных дел Франции, Швеции, Латвии, Нидерландов и Польши. Глава МИД Чехии отметил, что Прага не ограничивает Украину в применении поставляемого ими вооружения.